В эту субботу, 4 мая, в столичном музее Куму пройдет ознакомительная экскурсия на русском языке по выставке Томми Кэш, Рик Оуэнс, Невинные и Проклятые. Все желающие могут прийти к выставочному входу к 14 часам, где их будет ждать сотрудник образовательного центра. А сегодня мы его приветствуем в нашей студии. У нас в гостях Дарья Андреева. Доброе утро. Доброе утро. Выставка, сама выставка откроется завтра. И первый вопрос. Как удалось соединить несоединимое? Томми Кэш, Рик Оуэнс, почему? На самом деле, два автора сотрудничают не впервые. У них уже есть предыдущая совместная работа. Томми Кэш был приглашен на показ Рика Оуэнса, на показ мужской моды «Весна-лето» 2019 года. И после этого Томми Кэш пригласил Рика Оуэнса в свой видеоклип «Мона Лиза», который вошел его в альбом «Ес». То есть у них есть опыт совместной работы, они дружат. И это, скажем так, продолжение их совместных стараний. Совместная работа. Хорошо. А давайте поясним, может быть, не все знают творчество Томми Кэша, не все знают, кто такой Рик Оуэнс. В чем их отличие? Почему они так сдружились? На почве чего? Скорее всего, сдружились они на почве не того, что у них общий визуальный материал, потому что они очень сильно отличаются. Томми Кэш такой очень яркий, постсоветский. И «Весбалмошный», в то же время как Рик Оуэнс больше представляет такую минималистическую постапокалипсис моду. Но те идеи, которые они представляют, очень схожи. Такой в определенном, в хорошем смысле, трэш, желание потировать, показать какие-то очень привычные вещи совершенно с нового ракурса. И, разумеется, эта выставка будет шокировать. В названии есть дополнение «Невинные и проклятые». Как трактовать эти слова в контексте выставки? Куратор выставки Катя Ильвис в одном из своих подготовительных текстов писала о том, что во многом их творчество имеет какой-то элемент экзорцизма, когда ты не только вызываешь демонов, но ты умеешь с ними общаться. Наверное, как раз-таки вот это желание потировать, и те образы, такие невинные образы, которые они используют в новом контексте, когда Томи, конечно, использует в своем творчестве такие более известные детские образы, совершенно новым, очень взрослым ключе, это и есть вот эта проклятость, которая в этом творчестве есть. Это на самом деле что-то такое очень внутреннее, что в их работах есть. Когда вы смотрите на их видео и на их работа, то это, разумеется, очень легко просматривается. Некоторые элементы, которые мы видим, очень сложно сказать, что именно. Ну, ты ощущаешь это, во многом есть, наверное, в их работах. Ну, вот Томи Кэш, действительно, он выступает в таком образе, это называется русский трэш или цыганский шик, это костюмы Adidas, золотые цепи и на этом фоне какая-то вакханалия. Что касается Рика Уинса, он тоже работает, кстати, с фирмой Adidas, он делает для них обувь. Можно ли сказать, что это некий момент объединения тоже, ну, по крайней мере, схожести некой? Ну, такая очень явная схожесть, да, очень прямая, но вряд ли на выставке мы увидим эту схожесть. Мы скорее увидим что-то такое, выставка поделена на три части, есть отдельная сольная часть каждого автора, и есть та часть, которую они создавали вместе. Для Томи, конечно, все те работы, которые вы видите, это совершенно новые работы, они создавались совместно с куратором, с Катей Ильвес, и Рик Уинс представит даже свои старые коллекции, а также предметы мебели и инсталляции. То есть у Рика, поскольку у него больше опыта, у него очень такая сформировавшаяся визуальная картина, а Томи, конечно, как визуальный художник только-только начинает свой путь. Мы вначале анонсировали экскурсию на русском языке, которая пройдет в предстоящую субботу, 4 мая, но интересно, что 31 мая такая же экскурсия состоится для так называемых сеньоров, людей в возрасте 60 плюс. Вот интересно, как будет, легко ли будет донести до этой аудитории мысль о ценности и значимости таких арт-объектов и персон? Ну, дело в том, что я думаю, это будет сложно, но это будет очень интересно, поскольку у нас данный цикл проходит каждый месяц и посещает все временные выставки, то вычеркнуть эту выставку мы никаким образом не могли, и она должна быть. И будет сложно, будет интересно. Это у нас не первая выставка с таким очень сложным контекстом. Постараемся, это наша работа. Ну, а в принципе, если говорить о художественной ценности, вот нам расскажите и нашим телезрителям, в чем художественная ценность? Потому что я подозреваю, что многие люди, которые случайно вдруг увидят видеоклипы Томми Кэша, скажут, что это такой ужас-ужас, действительно трэш, и что здесь такого ценного может быть? Вот эта ценность во многом, наверное, со временем мы ее больше поймем, чем, может быть, сегодня, потому что какие-то вещи останутся на гребне, что-то упадет, уйдет на нет, но в данный момент они находятся на определенном пике своей популярности, особенно если мы говорим о Томми Кэше, который идет просто в гору. И поскольку у них сейчас образовался такой хороший тандем, это тот самый момент, когда нужно сделать такую выставку. Музеи тоже берут на себя риски в определенном смысле, когда мы соединяем такие очень разные, очень эпатирующие элементы, как творчество Кэша и творчество Рика Уэнса. Я думаю, что это будет очень интересный проект, их совместная работа очень плодотворна. Какова ценность для обывателя? Посмотрите на те образы, которые нас окружают. На этой выставке они будут, они будут в совершенно ином ключе. Может быть, то, как мы их представляем, или то, как мы говорим о каких-то вещах, не всегда похоже на то, что мы видим. Но я думаю, что многие люди найдут какие-то такие отголоски своего прошлого, мы с Томей, конечно, относимся к одному поколению, и его видеоклипы для меня во многом ассоциируются с детством. И причем таким немножко перевертышем, когда ты смотришь, ну, как через искажение определенное. В этом смысле они интересны. Визуально они очень интересны и очень притягательны. Это не та выставка, как, скажем, русский авангард на третьем этаже сейчас временная, когда у тебя очень сложная теоретическая база должна быть, когда, чтобы это понять и знать историю, тебе нужно. Тут очень интересно наблюдать за современной культурой, вот здесь и сейчас. Она в данный момент в выставочном зале. Так это редко бывает. Ну, Томми Кэш действительно очень популярен, и вы упомянули о том, что популярность идет и идет в гору постоянно, при этом он практически не дает интервью, не появляется на публике. А в создании выставки насколько действенное участие он принимал? Принимал, принимал. Был, присутствовал во время инсталляции своих работ. Принимал. Он активно работал с куратором, потому что для него опыт быть художником в выставочном пространстве, в музейном пространстве, это совершенно что-то новое. И, разумеется, он принимал активное участие, принимали активное участие его ассистенты, то есть там целая команда трудилась, и последнее слово оставалось за ним. Ну что, добро пожаловать на выставку, которая открывается завтра и продлится до 15 сентября. У нас в гостях была сотрудник образовательного центра Музея Куму Дарья Андреева. Спасибо. Спасибо.